в Израиль, который оккупировал Израиль тогда, это было лет за 200 до Иисуса Христа еще. И вот, и, так вот, и это произошло однажды, трагедия была такая, да, храм был осквернен. Если вы, может быть, слышали об этом, это была трагедия, на самом деле, храм был осквернен. Храм тогда еще стоял в Иерусалиме, прекрасный красавец храм, он был осквернен греками. Греки принесли туда свиней, и свиной кровью окропили храм. Они принесли на жертвенники свиное мясо, специально понимая, что для евреев это мерзость. Что Бог в Библии запрещает, они специально сделали это умышленно, оскверняя храм. И поставили в храме идол Зевса, идол самого Антиоха и Епифана. И евреям запрещали почитать в субботу, запрещали обрезаться, запрещали многие вещи, изучать Тору запрещали. И подвергали репрессиям, казням, смертным людей. Друзья мои, время было очень смутное, многие раввины даже отказались от своего призвания преподавать Тору. И невежество стало царить в народе. Многие молодые люди еврейские, молодые юноши, они учились в греческих гимназиях и уже плевали на свою религию, плевали на Библию. Друзья мои, и это было время отступничества. И многим казалось тогда, и грекам, и евреям, что все, еще одно поколение, и еврейская религия вообще исчезнет с места земли. Вообще не будет больше Библии. Друзья мои, и вот Бог поднял ревнителей, их звали Маккаби, Молот, Кувалда. Они сказали нет этому отступничеству. Это были как партизаны, как вот какие-то зелоты. Они ушли, они ушли, они были выжены наставить сама. Все, они ушли, это были молодые люди в основном. Они ушли и сказали нет, пусть нас мало, но мы останемся с Богом, мы не будем в этом учестве. И они совершили чудо, Бог совершил чудо через этих людей. Храм был освобожден. Однажды, да, почему молотами назвали их? Они рушили идолов этих истуканов, село какое-то освобождали, допустим. Они разбивали этого идола буквально в порошок и говорили людям, смотрите, чему вас заставляют поклоняться. Этого Бога вашего мы в порошок стерли. А нашего Бога в порошок не сотрешь, он сам кого хочешь, сотрет в порошок. И люди многие каялись, обращались к Богу тогда. И вот однажды эти Маккабеи, их была небольшая группа, они собрались возле Иерусалима. И они плакали. На стенах Иерусалима были эти захватчики. Гарнизон был в несколько раз больше, чем этот отряд партизан этих. Тем более, это были не профессиональные воины, это были просто крестьяне. Это были простые работяги, которые просто не согласились с этим отступничеством. У них даже и оружия толком не было своего. Друзья мои, и они пришли к стенам Иерусалима, Иерусалим был осквернен. Идолы, свиная кровь, виск свиней они слышали в храме. Они рвали свои одежды, посыпали свои головы пеплом. Не просто ритуально, а потому что их сердца разрывались. Они понимали, что это за грехи народа. Это все произошло из-за отступления такого нашего, из увлечения гуманизмом греческим, эллинизмом. И вы знаете, друзья мои, и эти Маккабеи сказали там, под стенами Иерусалима, сказали следующее, что нет, мы скорее умрем здесь, под стенами этого Иерусалима, но не увидим больше опозоренным храм, оскверненным храм святыни нашей. И они пошли на приступ. Была авантюра военная чисто, небольшая горстка этих повстанцев. Вы знаете, Бог послал такой ужас перед их лицом, что эти вооруженные наемники, головорезы, которые мать родную убьют и глазами моргнут, они содрогнулись, они испугались, они бежали, их всех перебили, друзья мои. Храм был освобожден, город был очищен, и идолов они сокрушили. И вымыли, вычистили буквально весь храм. Все было восстановлено. Радовались этим эти люди, радовались. Они пели псалмы, они танцевали, они знали, что все восстановлено. Но надо было восстановить служение, а этого нельзя было сделать. Потому что, знаете что, все было готово. Жертва готова, все готово. Но надо было минору зажечь, семисвешник. Они хотели зажечь. Не было елея, чистого елея не было, кошерного. Друзья мои, надо было неделю ждать, не меньше. Но они сказали, нет, мы не хотим видеть храм вычищенным, выметенным, но без служения Богу. Мы не хотим видеть такой храм, мы хотим видеть храм служащим Богу. И, друзья мои, они нашли елей. Даже в самом оскверненном храме есть елей. Елей запечатанный, может быть, очень сильно спрятанный где-то глубоко, но есть этот елей. И вот они нашли этот елей, но его хватило бы на сутки максимум. Но они не стали ждать недели. Они залили этот елей и зажгли минору. И вместо одного дня эта минора горела восемь дней. До самого того момента, когда привезли свежее масло. Друзья мои, это было знаком того, что Бог благоволил к этим людям. Друзья мои, и поэтому на Хануку, это зимний праздник еврейский, зимний праздник. В декабре празднуется. И вот зажигают необычную минору, ее называют Ханукея еще. Там девять свечей, видели, наверное, да? Девять свечей. Вот восемь свечей в ряд, и одна чуть в стороне или повыше там и так далее. От нее зажигают все остальные по числу дней. И вот в православной традиции тоже есть празднование памяти вот этих героев, маковеев. Вот и, друзья мои, я верю, что Ханука, она придет в православную церковь. И Ханука придет в христианство сегодня. И в церквях, в деноминациях достанут запечатанный чистый елей. Зажгут этот елей. И еще праздник Хануки учит нас не откладывать служение Богу на завтра, на неделю, на что-то еще. Ты скажешь, я мало умею, я мало знаю. У меня один лишь талант. Не прячь его, зажги его. И Бог, видя твою веру, Он умножит это в руках Бога. Малое твое, и маленькие рыбки, они умножатся. Тысячи накормишь. Одно твое свидетельство может спасти тысячи людей. Тысячи людей. Ты, может быть, знаешь только или что, Иисус Господь. Но этого достаточно. Когда Биллигрэм в маске проведывал, женщина на Арбате кричала. Он живой! Он живой! Она кричала, просто истошно вопила. Люди собрали, столпа собралась. В советское время учила, кто живой вообще, в чем дело? Она говорила, Иисус живой! А не, да, Иисус, ну. А как, а кто, а как кто? Она говорит, не знаю, но я знаю, что Он живой. Она вопила так, что люди покаялись многие. Вот простая истина, которая освобождает. Аминь. Благословен ты Господь, Бог Хануки, Бог обновления. Обновления. Господь, Маккаби твоих, Боже всемогущий, я прошу тебя, подними, Господь, в каждой церкви динаминация своих маковеев, Господь, своих Божьих реформаторов, которые молотом веры, молотом твоего слова, Божьего сокрушат идолов, Господь. Во имя Иисуса, которые зажгут елей, Боже, чистый елей, служение Тебе, Боже, и пусть придет твой огонь, твое обновление. Господь, и пусть, как и сказано было на праздник обновления, так и будет, Господь. Я и Отец одно. Я и Отец одно. Аминь. Аминь. Слава Иисусу. Аплодисменты Господу. Аплодисменты Господу.